В Алапаевских краях, за околицей села Кировская, на берегу речки Нейва, был зверски избит за мокрые плавки 27-летний парень, менеджер одного из екатеринбургских автосалонов, который приехал на выходные к родителям. С приятелями Серега поехал купаться на речку, а вернулся в большой город без памяти и со сломанной челюстью. Пострадал юноша из-за переодевания после купания. Сергей спрятался за легковушкой, снял мокрые плавки, а сухие надеть не успел. По свидетельству очевидцев, мимо на Ниве с тонированными стеклами проезжал 32-летний Герман, сын Лесничева, местный ЭПшник, лесоруб и рукопашник. Заметив голого парня, не в кустах, он остановился, подошел к Сергею, пнул его ногой в спину. А пока парень пытался встать, с ноги еще раз ударил его и на этот раз по лицу, после чего вернулся в Ниву и уехал. Позже в полиции скорый на расправу лесопромышленник заявил о том, что он не виноват в произошедшем. Дескать, в салоне его автомобиля находились дети, у Германа их действительно двое. А гражданин переодевал трусы и развращал детей своим голым видом. В Алапаевской больнице доставленному на скорой Сергею сделали компьютерную томографию, отправили в стоматологическую поликлинику. Но тамошние зубные доктора, осмотрев сломанную челюсть пациента, сообщили болезному, что такими травмами они не занимаются. Доктор Сергею выписал направление в Екатеринбургскую клинику. Там его срочно прооперировали, направив на лечение в стационар. С памятью парня вроде бы все в норме. И сотрясения мозга кажется нет, но челюсть очень болит.